Вообще, ребят, футбольное. Опять вернулся на футбольное поле и поучаствовал в таком легендарном матче. Ой, ты что делаешь? Большое спасибо за игру, за все. Привет, друзья, это Егоров. Ролик будет посвящен матчу Тодроц-Динамо. Ну, а я же нахожусь в Волгограде в командировке. Здесь сборные России и Кубы сыграют 20-го числа. Причем вчера прилетела сборная России, ее очень ярко встречали. Кубинцы же тоже появились в Волгограде. Сразу поехали покупать бутсы. Видимо, сейчас на Кубе с этим проблемы. Ну, и плюс ко всему они привезли сигары. В общем, много вещей для обмена. Чувствую, будет веселое событие. Ну, и буквально через час справляемся на Мамаев Курган, возлагать цветы. В общем, попробую обо всем этом рассказать. Может быть, на этом канале, а может быть, на втором. Но пока же к матчу Тодроц-Динамо. Что интересного там произошло? Большое спасибо за игру, за все. Давайте начнем с положителей. Ну, во-первых, достаточно много зрителей пришло. Больше 20 тысяч. Причем на финале МКС было 20 тысяч. Сейчас было 20 тысяч. И, видимо, все равно Динамо играет или Броуки, или кто-то другой. На Тодроц готовы приходить. И вообще на такие события запрос и спрос у людей есть. Это хорошая новость. Причем мы все видели, какая огромная очередь стояла на автографы к Никиту. Второе, что прикольно, это эмоции Дмитрия Кузнецова. Ну и, кстати, и Марцелла Ильички. Также договорились, что оба тренера выйдут в основе. Если честно, достаточно сложно было предположить, что Дмитрий Викторович выйдет и сыграет. Но потому что все-таки он производит впечатление такого уже взрослого достаточно человека, который стоит на бровке и не будет в таких мероприятиях участвовать и заниматься беготней. Но когда я увидел его на разминке и как он двигается, я подумал, нифига себе, в какой он нормальной форме этот Викторович. Потому что он и рывочки, и резкие движения, и вообще он так подтянут, хорошо выглядит. Ну, вообще молодец. Викторович вышел, сделал несколько нормальных таких продольных передач. Нормально дирижировал атаками, где-то пихал своим даже футболистам, когда они неточные передачи отдавали. Ну, а когда заменился, был вообще счастлив, сказал, ребята, такое ощущение, что я вернулся в большой футбол. То есть для него это был момент части, можно за него порадоваться. У меня радость большая, потому что я опять вернулся на футбольное поле и участвовал в таком легендарном матче. Наверное, это просто дорогого стоит. То же самое можно сказать про Марцелла Личку. Ну, потому что не выглядит он сейчас как футболист. Наоборот, как такой настоящий крепкий чех, который где-то там рульку поел, там пивка выпил. Ну, такой вот упитанный мужчина. Нет, не жирный, не такой дряблый, а вот такой упитанный мужчина. Ну, куда с такой комплекцией играть в футбол? Но Личка не просто играл, а прям вот старался, катился, там что-то в передаче отдавал на протыках. Но, конечно, к седьмой минуте подустал, и когда нужно было меняться, не смог он даже до того момента, когда мяч выйдет за пределы поля, а сам его поймал в руки. Мол, меняйте меня, я все. Ну, и нормально получилось. Ну, и третье, после игры, это уже не влияло на исход, состоялась достаточно прикольная серия Булеталити, где пробило большинство медийных. Конечно, забил Краб, но до этого не забил Мбаппе. А вообще в этой серии были и поненки, ну и прикольные моменты, но некоторые ребята подвели. Например, вот Леву, выходя один на один, непонятно, что хотел сделать, и ударил метров на пять мимо. Этого Леву и так постоянно подтравливают. Ну, очень сильно подтравливают. А тут еще такой эпизод. Но, впрочем, не только Левой все ограничилось, потому что шестым ударом не забил Фрол, и Динамо в серии Булеталити, или Булитов, как лучше, выбирайте сами. Динамо в этой серии Булеталити выиграла. Ну, а от руководителей Тудроц Фролу досталось. Если же говорить о самом матче, то здесь стоило ожидать два сценария. Ну, первый сценарий, это если бы Динамо включалась на полную, и было видно, что ребята хотят забить как можно больше мячей, и тем самым поставить медийных и любителей на свое место, скажем так. Ну, возможно, на свое место. И второй сценарий, что, например, Динамо занималась бы, ну, грубо говоря, фигней, и играла бы на полуспущенных. Я рад, что фанаты Динамо наконец-то пришли, я больше рад. Ну, можете сами выбирать вариант. Я лично вот, когда делал ставку на Аббудбум, что Динамо выиграет крупно, я предполагал, что вот Уличке, который полгода назад дал прям установку, чтобы рубиться в матче с Броками, чтобы прям отрабатывать. Я сидел в раздевалке, попросил, я говорю, пацаны, забейте им, пожалуйста, штук 10, чтобы они больше сюда не приезжали. Что нечто подобное он придумает и в этот раз. Однако я не угадал. Кстати, свои прогнозы, удачные и неудачные, я даю в своем телеграм-канале, а вот в закрепе там телеграм-канала, самое верхнее сообщение, там бонусы всякие. То есть моим прогнозам вы можете и не следовать, я могу ошибаться, а вот акциями различными пользуйтесь, это полезно, тем более, если вы разбираетесь в спорте, например, лучше меня. Динамо, конечно, играл на таком расслабоне, потому что было видно, там, Тюкавин практически не шел в борьбу, когда выходил один на один, там, не пытался мяч проткнуть, это было в начале, сыграть там на протыке, боялся получить травму. После незабитых моментов, там, улыбался, смеялся, защитник, и каждый, наверное, пытался обыграть соперника в своей вратарске. Иногда получалось, иногда нет. В общем, такие пацаны вышли на кайфе, на абсолютном, и, наверное, единственный, кто прям вот играл на полную, это был защитник Фернандес, потому что он был в порядке, он не совершал тупых ошибок, он сам бежал через все поле вперед, отдавал передачу в разрез, там был такой момент, когда он отдал и Сычев прострел потащил, ну, этот же Фернандес с подачи Бетелла забил. Конечно, видно, что у легионеров есть какое-то, видимо, такое в голове, что нужно иногда включаться, в отличие от российских футболистов, которые ходили, там, бродили на кайфе. Ну, и Лаксальт, конечно, тоже удивлял, потому что несколько раз у него мяч отобрали. При этом Тудроц, они реально прям вот, было видно, что для пацанов это супер-супер-супер важный мать. Блокировал удары Гуда и очень этому радовался. Слон на фланге возил пацанов, которые, на самом деле, там еще молодые, но, тем не менее, все равно они находятся в таком мощном тренировочном цикле, и Слон их, ну, прям отвозил. Ну, и, конечно же, вышел Гаучо. Ну, Гаучо вышел. В одном эпизоде, где динамо со страдали фигней, страдали фигней постоянно, там, Паршевлюка, еще раз повторюсь, чуть пару раз не потерял мяч прямо на своих ворот, а здесь Фомин ошибся. Последовал отбор от Гаучо, который доработал эпизод до конца, он отдал на Ману, и тот добежал до ворот и красиво катнул мяч в дальние от штанги. Мана выходит к воротам, может сравнять счет, удар в дальние, 1-1, вот так неожиданно. Игроки Тудротс сравнивают счет, ошибка. Господи, сука! Причем до этого у Тудротс еще были моменты, и вот мне, кстати, было удивительно, вот что динамовцы хотят показать тем, что вообще практически не включаются. Вот мне было интересно просто. Они хотят показать, что вот мы там с этой медийной командой вышли играть шоу-матч и расслабляться. Либо это была какая-то хитрая такая тактика, специально не особо утруждать себя, для того, чтобы, если люди видели, что ты утруждаешь себя и не можешь забить, чтобы не было вот этой критики. То есть они сразу вышли, так, лучше так будем спокойненько играть, а то мало ли что, если что, можно всегда будет списать на то, что мы фигней страдали. Вот для меня это было, на самом деле, ну, не очень понятно. Ну и, кстати, еще в конце первого тайма вышел он замену Герман Эль Классика. После матча он скажет, что опять обыграл Тудротс, но по факту за его пять минут, наоборот, Динамо проиграло со счетом 1-0. Ну, мы возьмем полный матч, конечно же. В перерыве журналисты решили докопаться до Айволя, того самого, который критиковал медиа и нефутбол, и говорил, лишь бы этим побольше забить. Я сидел в раздевалке, попросил, я говорю, пацаны, забейте им, пожалуйста, штук 10. На этот раз и Айволя не был таким веселым. В шоке, что Тудрот сравняли? Обычное, может быть, в шоке. Ну, потому что вы недооценивали уровень медиафутбола как будто. Вы серьезно? Ну, а Шунин вообще сказал, что первый тайм – это позор. Причем во втором тайме там не сильно, на самом деле, все поменялось. Был, например, момент с угловым, когда Сэммио мог забивать. Ну, если Сэммио не забил, то у Динамо получилось отличиться. Неплохой удар с дальней дистанцией. Но, опять же, заметьте, если мы говорим о технике премьер-лиги, если мы говорим о том, что там футболисты высокого уровня, где за весь матч за эти 90 минут, даже в среднем темпе, хоть одна комбинация, которая завершилась красивым моментом? Где хоть один хайлайт от футболистов Динамо? Вот это вот я прям вот хочу отдельно записать. Вот скажите мне, играет команда блогеров «Тудроц» и играет футбольный клуб «Динамо». Понятно, что к этим блогерам относятся, ну так, со смехом. Но при этом вы же футболисты профессиональные. У вас зарплаты там больше миллиона долларов у кого-то. И вы даже в среднем темпе, пытаясь разыгрывать мяч, все равно должны хоть одну красивую комбинацию провести. Хоть как-то разок вскрыть оборону этих «Тудроц». Хоть показать какие-то финты, которые можно было бы потом смотреть на хайлайтах, потому что, ну на ком же практиковаться, как ни на блогерах и ни на любителях. Так вот, за весь матч, ну лично я, особенно в штрафной площадке «Тудроц», не помню ничего, ни одного красиво созданного голевого момента, ни одного эпизода дриблинга, ни красивых моментов с ударами через себя или еще с чем-то. Нет, просто играли футболисты там, футболисты там. Просто одни получают 100 тысяч рублей, а другие миллион долларов. Одним респект, а вторым что? Ну, шоу-матч, наверное, молодцы. В итоге у «Тудроц» были какие-то полумоменты для того, чтобы сравнять счет, но, в принципе, расписались в том, что «Дроты» не хотят сравнивать они сами, когда выпустили «Мбапе» и «Крапа». У «Крапа», кстати, была возможность пробить штрафной, но сделано это очень печально и, ну, по большей части, отдавал неточные передачи, чему был огорчен Альберт Осколков. Вот сегодня должен был выйти и показать свой уровень футбола. А когда человек из пяти передач, четыре отдает чужому, ну, о каком уровне мы можем говорить? Ну, а сам же «Крап» – не-не-не, он в порядке, говорит, еще дай мне 4-5 таких матчей, буду играть в РПЛ. Да я бы смог играть, дай мне 5 матчей, я смогу. Спокойно. У уровня РПЛ? Да. Ну, вроде нормально сыграл. Что ж, вот такая состоялась встреча. «Динамо» выиграла 2-1, «Динамо» выиграла с серией «Булеталити». Ну, вроде бы победили, расстраиваться нечему. Вроде бы получили все удовольствия, вроде бы сохранили интригу. Но опять футболисты РПЛ, ну, в этот раз не удивили, честно говоря. Ну, а после матча все было весело. Смолов признавался в любви к Тудроц. Вот опять президент Кулыба, за который я болею в медиа линии. Еще приезжай на чайность, брат. А Тудроц признавались в любви к Личке. Личка! 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 Который вот этот вот упитанный мужик. Всем очень понравился, всех поразил. Вообще, Личке огромный респект. Почему? Потому что, во-первых, тогда он по-честному сыграл матч с Броком. Заставил команду забивать мячи. Потому что это единственный, наверное, тренер, который постоянно уделяет максимальное внимание прессе. Я вот лично как-то раз стоял перед матчем Спартака с Оренбургом. Это его бывший клуб. Сейчас, как вы сами понимаете, он тренер Динамо. И Личка просто перед стадионом минут 20 отвечал на вопросы СМИ. То есть, настолько дружелюбный, открытый мужик, что приятно за ним наблюдать и приятно за него болеть. Ну и приятно наблюдать за тем же Дмитрием Кузнецовым. Большое спасибо за игру, за все. Вы видите эту работу, которую вы делаете. Вы имеете, ну, в старьем 25 тысяч, вы тягиваете 23 тысячи балансиков, да? Ну, нет, я могу так сказать. Так же, большое спасибо, ребята, за все. Что ж, вот так завершился матч. Неизвестно, когда в следующий раз медийный футбольный клуб сыграет с командой РПЛ. Я думаю, что, на самом деле, не так далеко до этого всего. Уже на сборах, я думаю, турецкий где-то в феврале какой-нибудь матч произойдет. Ну, получилось такое неплохое зрелище, но, опять же, хотелось бы, чтобы клубы Премьер-лиги все-таки играли такие игры иногда всерьез. Если ты играешь всерьез, это, мне кажется, больше уважения дает сопернику. Ну, это был Егоров, пока.